ребята привет мы сегодня в школе кембридже эта школа тоже той же компании которая была вчера которую мы смотрели в лондоне но сегодня это в кембридже и она абсолютно другая поэтому опять меня сегодня ждут учителя ждут меня сотрудники этой школы и мы будем с вами ходить заглядывать праздные уголки мы сегодня посмотрим бординг где дети живут здравствуйте итак мы проводим этот эфир совместно с образовательным агентством украина из украины из киева карандаш и это у нас обе колледж кембридж мне будет помогать джон ребятам джонгом английском естественно вы понимаете это директор маркетинга и он говорит о том что он очень раз на рад нас видеть и я сейчас вам покажу студента который закончил эту школу и поступил в очень классный университет он поступил а империал колледж лондон вы представляете все я вам показываю переключаюсь и показываю вам школу вот этот студент посмотрите он поступил а империя колледж лондон из украины поэтому здесь есть наши люди уже итак ребята мы сейчас с вами находимся на рецепшене здесь есть дети везде сотрудники то есть эта школа очень-очень активная мы сейчас находимся с вами на рецепшене куда куда приходят все новые люди и сейчас мы с вами отправимся осмотреть на увы обойте ребята у нас есть директор школы вы представляете мы сейчас с ним познакомимся hello 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 oh yeah i will do like that yeah wonderful yeah couple words for our people in ukraine greetings to all of you in ukraine hello from cambridge in the uk my name is dr julian davis i'm the principal here delighted for you to have a virtual tour i hope you can see the amazing facility we've got here this campus is only five years old state-of-the-art so great facilities across the campus so we've got brand new technology in the classrooms we even have white walls so we write on the walls we've got great facilities the sports dining room library and there's a boarding campus here so about 400 children living on campus so enjoy the tour i hope you get a flavor about how students perform here why they do so well the a-level grades are amazing yeah i will show result great thank you so much for your time yeah ребята ну в общем-то это был директор школы мы с ним поговорили он рассказал о том что в школе учится 400 человек школа очень новая все здания новые поэтому здесь очень красиво я вам сейчас показываю холл главный холл школы но он видите немножечко вот в таком разобранном состоянии потому что в школе каждые две недели проводят тестирование на к вид каждый студент каждый преподаватель делают такой тест который я кстати сегодня его сделала сразу же по приезду результат видно через наверное через пять минут я потом кстати у себя в инстаграме выложу как это все делается как это все проверяется но вообще здесь проходят разные события классные здесь проходят репетиции экзаменов выступления как бы собрание школы назовем это линейки вот поэтому идем дальше в школе ребят учится 400 человек где-то 50 национальностей и где-то 50 студентов говорят на на русском языке напоминаю кто к нам присоединился что мы сегодня из делаем стрим из кембриджа эби эби колледж эби колледж совместно с карандашом а сейчас мы посмотрим на результаты посмотрите какой высокий высокий результат тестирования когда когда студенты выпускаются со школы это классные результаты вообще вот еще одна вот еще результаты посмотрите круто ребята немножко шумно ну мы с вами в школе что делать это фотографии очень классная с предыдущих выпусков которые были в этой школе в прошлом году не было никаких но вы сами знаете никаких выпускных экзаменов но это за прошлые годом так мы с вами идем по коридору и насколько я понимаю мы сейчас с вами попадем на такой вместо вместо где а все регистрируются сбор динговые студенты вот посмотрите прежде чем выходить ты обязан обязательно зарегистрироваться поставить галочку рассказать куда ты куда ты идешь и когда вернешься вот а вот такая зона студентов где они отдыхают могут учить уроки вот я туда заходить не буду чтобы им не мешать покажу вам через через стекло вот они все сидят и учатся если у них есть свободная минутка да идемте дальше потихоньку так студенты ходят здесь вот их шкафчики в общем это вы это вы знаете такое есть везде да это работы студентов кстати везде во всех школах британии вывешивают работы студентов так идем с вами посмотрим что творится у нас возле школы у нас сегодня нелетная погода ребята но посмотрите какие яркие корпусы у этого у этой школы класс вот там вот напротив учебный корпус и если там знаете присмотреться то там видно вон я видела и таких скелетов и английский и математика и физика это все вот в том корпусе напротив у школы шесть бординговых домов и один из бординговых домов находится вот здесь и мы туда с вами пойдем обязательно вот сейчас мы здесь закончим с улицей и поднимемся наверх и всего здесь четыре бординговых дома вот здесь вот в главном корпусе в котором с которым мы с вами вышли и в которой с вами вернемся живут студенты помладше в школе есть программы джи сессии годовая двухгодовая и есть программа и level и foundation так вот здесь вот живут те студенты которые приехали которые помладше скажем так которые приехали на джи сесси на нас уже все обращают внимание если честно потому что а здесь студенты много студентов русскоговорящих и они понимают вообще что я говорю и откуда я приехала ну в общем привлекаем внимание прямо прямо совсем вот так ну что мы теперь с вами пойдем посмотрим столовую пойдем посмотрим столовую вот я сейчас наверное буду немножко говорить потише это здесь едят студенты здесь очень много людей ребята вот я так заглядываю про еду наверное я еду может быть потом потом сниму отдельно вот чтобы они от меня приглашают мы можем снять вот вот что готовят смотрите вот менюшка вот еда есть конечно бургер и ура счастье для кого-то так конечно же картофан конечно же картофан кстати здесь картошка называется френч фрайс в англии она не называется как у нас как она называется у нас картошка в общем здесь она называется фрэнч фрайс есть фрукты есть разные такие сладости вон десерты наверху давай ну классный студент сказал хэллоу так ну что здесь вот и салатная такая штука есть видите салаты из-за того что ковид они все упакованы в такие индивидуальные упаковки а это кстати свечили сос ну потому что много студентов из китая не любят остренькая олив ойл какой-то тоже соус ну то есть все прикольно в общем все можно по выбирать и попробовать новое новую новые виды еды а не только то что привыкли к домашней бабушкиной пюрешечки теперь здесь еще знаете во всех школах есть и кроме обычной еды и одно то что входит стоимость есть обычно кафешки вот они работают допоздна и когда ты проголодался ты можешь пойти сюда но здесь придется покупать вот здесь есть и сэндвичи разные 10 разные сэндвичи вот разные топпинги есть я понимаю что это конечно же для кофе ой мои любимые круассаны сыром класс обожаю ну что да вот ребята здесь еще кстати вот там вот такая area где все вместе сидят а здесь такая area где ребятки сидят но отдельно может быть и что-то получить хочешь а теперь мы с вами идем дальше вот класс кстати классный вид отсюда открывается с этих ступенек вот ну что продвигаемся с вами дальше я насколько помню мы сейчас с вами пойдем в учебные классы о вот еще вот это вот интересная штука смотрите это место где студенты стирают вообще конечно же ну они должны стирать уже сами на самом деле но им помогают house parent и первое время тебе рассказывают как что вот этот покупаешь карту для того чтобы стирать вот и и стираешь вот кстати цены посмотрите для стирки так ну что короче готовят студентов к самостоятельной жизни абсолютно потому что школа здесь не учатся маленькие дети здесь школа уже для студентов постарше которые сюда приезжают в 10 и 11 класс начиная с 10 11 класса а потом уже 11 12 3 и 13 вот итак мы с вами идем по поднимаемся в в класс и мы сейчас вами классы посмотрим напоминаю что мы с вами обе кембридж в школе частный бординговый эфир проводим совместно с компанией карандаш из киева образовательное агентство вот и мы сейчас поднимаемся в мы сейчас поднимаемся для того чтобы посмотреть классы ага мы здесь в окошко я загляну потому что вот там вот далеко ну как далеко не очень далеко вон если видите эбби эбби колледж кембридж это один из еще один из бординговых домов где тоже живут студенты но там они живут уже начиная с 17 лет все маленькие если вы помните я вам говорила живут именно в этом здании они всегда под присмотром посмотрите какие красивые здания мне очень нравится такое знаете среди нашего дождя и без просветного неба то вот такие яркие штуки очень приятно очень приятно на них смотрит радует взгляд я бы так сказала так мы с вами на втором этаже но по сути 3 вы же помните что в британии первый этаж это ground floor нет мы с вами на бординг пришли так ребята смотрим смотрим комнаты это будет комната на 1 поджимом открывает деньги так ну что заходим комнатка маленькая но очень уютная вот отлично сейчас мы с вами пройдем посмотрим что там у нас видно вот учебный корпус видно из окна кафешка вон там вот есть ресторанчик ой велосипеды сюда студенты на велосипедах приезжают вы знаете что здесь же студенты не только в этой школе живут на на бординге здесь студенты некоторые живут в приемных семьях есть такая опция у этой школы можно не только на бординге жить некоторые студенты дневные я когда у них здесь родители есть так посмотрим ванную комнату ой ой да 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 точно так ну что ванная комната ну как ванна это душ в британии да в британии больше душев чем чем ванны нормально она кстати не совсем маленькая я видела и поменьше в общем такая аккуратненько комнатка на 1 а теперь мы с вами мы с вами кстати смотрим вы понимаете не не те комнаты где живут студенты чтобы не нарушать их праве си мы смотрим комнаты которые скажем так для нас подготовили вот когда а вот кстати если живут студенты вот смотрите у них сразу же имена мэнди и синди да это у нас комната на двоих ребята она больше немножко вот она немножко побольше с такими удобными на самом деле кроватями и мне кажется что там есть такие знаете под кроватями еще шкафы да смотрите вон там можно поста можно складывать то есть кто из девочек боится что им не хватит места пусть не боятся на самом деле здесь есть классные полки в общем ну понятно что если вы привезете пять чемоданов вещей то конечно их тут никуда не денешь но два чемодана абсолютно кстати очень удобно смотрите сколько розеток а вы знаете да что в британии розетки нужно включать вот здесь такая особенность есть кстати очень классный вид из окна мне очень нравится прям бери фотографируй вот круто здесь тоже такой свет два шкафа для каждого ну и ванная комната такая как мы с вами и видели то есть там она не больше она точно такая же будет так теперь он смотрите какое имя сани так джон тыс издфлекс 50 национальности вот все не в бординговом доме посмотрите вот сколько здесь национальностей в этой школе учиться это круто вообще ребята напоминаю что мы в школе обе колледж кембридж в самом кембридже естественно находится смотрим ее заглядываем в разные уголки проводим этот эфир совместно с агентством из образовательным агентством из украины карандаш потихонечку мы идем здесь никого нет вы понимаете что дети все на учебе естественно на самом бординге никого нет и кстати сейчас у джона спрошу запрещено это или нет джон джон стади де и спрошу битит тюкам туборин хауси да в общем я была права потому что действительно запрещено пока ты учишься приходить бординговый дом вот ты можешь прийти только тогда когда уроки закончатся вот и тогда уже отдыхать ребята мы в общей комнате боже какая классная да в общем мы с вами на этаже девочек вот и поэтому здесь так красиво ну может быть еще для нас по убирали на самом деле но это такая комната где девчонки собираются свое свободное время могут поиграть кстати приставки мне кажется есть здесь можно и играть и на музыкальных инструментах и на playstation вот и кушать вы знаете вот эти все штуки которые вы видите на столе это все закупается школой это все время есть в наличии то есть когда раз тут разные намазки есть конечно же пинат батар вот hot chocolate ну в общем здесь чай кофе капучино здесь всегда есть и девчонки могут прийти спокойно себе что-нибудь перекусить вот холодильнике да ну в общем обычный стандартный набор продуктов да да а вот это вот да обычно что они тут покупают йогурт и молоко всегда покупает школа ну в общем это то что я джон объясняю то что я вам уже рассказала что все это школа обеспечивает вот ночью мне я очень люблю такие классные команды в общем здесь у них конечно же кроме обучения есть куча куча клубов и вот это то что они делают каждый вечер разные штуки вот еще их тут доска здесь всякие интересные объявления у девчонок вот и памятки ну как обычно особенно вот это мама твоя миска вы смотрите какая интересная стена так ну что мы теперь идем вниз и я бастер бабась постерс я так ребята напоминают что мы в школе обе колледж колледж кембридж совместно с компанией карандаш из киева ведем прямой эфир и сейчас мы спускаемся и насколько я помню будем смотреть эти классы потому что здесь еще есть и и не классы в классе все фоди сессии в общем ребята родители если вы отправляете ребенка который идет у вас в 10 11 класс то то они все будут в одном здании не ниху не буду ходить никуда в общем смотрите здесь же вот это вот сейчас как раз показываю фотографии house парентов которые живут со студентами вот на том этаже на котором мы с вами были там 24 на 7 со студентами находятся house паренты которые реально там живут со своими семьями ребята вот это их работа такая жить и приглядывать за студентами в общем смотрите мы с вами из бординга во дома переходим в школу все мы с вами в школе так в общем студенты усмехаются потому что я наверное смешная вот у нас мы идем да мы идем в арт я буду немножко потише вот в общем вы понимаете да что такое арт как обычно здесь всегда такие классные творческие беспорядки это все классные работы студентов вот посмотрите класс боже мой как я люблю в британских школах ходить по их вот эти вот в арт-студии посмотрите как классно вот еще незаконченный незаконченный а этот работа или вот смотрите какие классные штуки вообще ой а за окном ненастье кошмар а вот посмотрите еще круто мне очень нравится здесь не только рисует представляете здесь еще и лепят класс все это конечно за все что вы видите это все обеспечивается школой понятно но это не французский но это не французский но это не французский я говорю русский о реально я думаю что это что-то интересное спасибо это как комплимент спасибо большое и вы можете видеть больше работы от студентов да эти студенты которые учатся но также в нашем клубе, один из наших экстракрикулеров ребята это все клуб которые арт и креативити которые студенты занимаются после обучения если ты например хочешь быть художником но не профессиональным а вот посмотрите какая картина классная вот очень круто да мне очень нравится посмотрите вот это смотрите здесь еще есть рисование потом конечно же fashion потом дизайн интерьера и архитектура то есть это все вот то что я вам сейчас перечислила это не кружки это реально предметы на ай-левел когда студенты получают квалификацию сертификат именно по этим предметам при выпуске это очень важно я так смотрю что мы сейчас вами можем зайти в лабораторию по химии да лабораторию по химии вот здесь никого нет слава богу мне не надо будет избегать снимать студентов вот смотрите ой какие классные вообще в общем если какие-то опасные штуки они работают здесь подвое вот в таких маленьких кабинках это если какие-то опасные химические реактивы я не очень была сильно в химии вот для того чтобы это не распространялось и студенты работают по двое вот посмотрите какие здесь прям настоящие как настоящая лаборатория реально вот да ребята здесь где-то по 10 студентов вот это на обычный обычное количество студентов в бординговой частной школе здесь ну если честно я встречала наверное самое большое количество каких-то школах это 15 вот кстати джон нам сейчас показал очень крутую штуку которая есть во всех школах реально когда ты со своим у всех студентов есть такой бейдж а вот пропуске они тэпают ну прикол прикасаются при выходе при входе их постоянно мониторят где ты находишься если ты из одного места вышел а в другое еще не дошел то все тебя начинают искать в общем вот учителя это учителя так смотрите джон говорит что очень многие учителя у них магистрская степень и печи степень вот и и у них есть опыт и работы и они оканчивали крутые университеты великобритании поэтому у них есть опыт и у них поэтому много студентов по не поступают классные университеты вот как тут парень из украины который поступил в империя колледж так напоминаю ребята мы с вами в школе эбби колледж эбби колледж кембридж мы проводим вот этот стрим совместно с агентством из украины карандаш чтобы быстренько обновление для новых так смотрите в школе здесь всегда приглашают спикеров как гостей из разных университетов зачем это делают например из кембриджа естественно мы же в кембридже из оксфорда зачем это делаю для того чтобы студенты по какому-то предмету они еще больше расширяли свои знания чтобы они видели мир не только в школе и конечно же все эти преподаватели делятся еще и своим своим каким-то опытом так еще нас джом ведет это обычная комната это обычный вернее класс да да ну в общем это такие обычные гуманитарные классы вот вот они такие все сидят по одному вот и заниматься здесь например может быть класс по английскому здесь может быть класс по истории например вот интересно ребята в общем это фотографии этих стен где студенты могут писать разные разные сообщения смотрите интересно в общем и учителя тоже пишут на этих стенах вот они пишут по тому предмету задают вопросы или там что-то их удивило в этом предмете они все это пишут на стенах эти стены здесь есть по школе это я бы это мы вам фотографии показали так ребята мы сейчас идем с вами к студентам которые с нами немножко поговорят на на русском языке мы ходим только по лестницам для того чтобы у нас не прервалась связь с вами потому что она может прерваться если мы зайдем в лифт это будут русскоязычные студенты в общем ребята это будут студенты либо с украины либо из россии которые говорят еще кроме еще на нашем на понятном для нас языке для всех вот мы уже спускаемся по лестнице я вы знаете наверное сгоню весь его завтрак который я сегодня съела потому что я уже по лестницам на поднималась и на спускалась очень много так заходим 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 опять мы с вами в столовой все тут едят вкусненько очень вкусно пахнет кстати очень вкусно пахнет я опять готова к еде так мы ждем ждем студентов ребята давайте подождем студентов а я пока напомню что мы с вами в эбби колледж кембридж я в кембридже здесь кстати ужасная погода еще вчера была плохая и сегодня не очень и мы проводим этот совместный эфир с образовательным агентством карандаш из киева вот сейчас мы ждем студентов для того чтобы с ними поговорить задать им вопросы как им здесь учиться что им здесь нравится что не нравится слушайте меня бросили вот поэтому я сейчас пока предоставлена сама себе вы можете написать вопросы которые бы вам хотелось задать студентам боже на меня все смотрят вот поэтому там немного шумно если честно смотрите какая у нас ужасная погода ребята просто просто что-то невероятное я сегодня хотя здесь а кстати знаете какую вам забыла информацию важную сказать что здесь до этой школы от от станции железнодорожной очень быстро буквально буквально 10-15 минут и ты уже и ты уже здесь привет девчонки я вас сразу начинаю снимать уже потому что это стрим в инстаграме вот в украину и в россии потому что у меня есть разные разные подписчики как вас зовут? Алиса Здравствуйте меня зовут Ульяна Ульяна очень приятно девочки вы откуда? из Латвии я из Москвы из России отлично отлично расскажите как вы сюда попали почему выбрали эту школу буквально пару слов я не буду вас долго ага я попала сюда вот в прошлом году на ускоренную программу iLevel на 18 месяцев и я ты прямо гений тогда не гений но вот я перешла в январе в эту школу и за расположением потому что мне показалось то что Кембридж достаточно хороший город и я никогда там не была поэтому когда я приехала меня очень обрадовала вот инфраструктура города также я познакомилась с очень многими интересными людьми поэтому мне очень запомнилась вот эта школа и в этом году я уже заканчиваю эту школу куда ты поступаешь? я поступаю в Exeter ух ты ого ничего себе а ты с каким английским сюда пришла? с достаточно хорошим потому что я до этого училась тоже в английской школе но тут он стал тоже гораздо лучше конечно стоп тебе Кембридж нравится? да я обожаю этот город классный а ты дорогая как ты решилась? меня зовут Ильяна еще раз я учусь на первом году программы я выбрала Кембридж наверное потому что мне очень понравился город первый раз когда я здесь побывала я приехала вместе с школьным лагерь 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 я поехала летний позапрошлым году он устроил поездку в Кембридж и мне очень запомнился город он очень маленький очень уютный но при этом круто говоря практически старица да, круто учебные учебные страны тяжело тебе учиться, Ульяна? скажи честно ты первый год на iLevel это такой себе наверное опыт интересный не самый простой это на самом деле очень интересный опыт и мне очень нравится обучение здесь очень угрожает тебя и мне очень нравится то что ты можешь выбрать сам предметы которые ты будешь изучать что ты выбрала? я изучаю экономику, географию, математику, учу математику ну ты умняшка и надеюсь поступить на экономику в будущем в университете какие ты будешь университеты выбирать? наверное школу экономики? ну это было бы очень хорошо, да и возможно с каким английским ты приехала? вот Алиса приехала с хорошим уже английским а у тебя как было? я думаю что я приехала с довольно хорошим английским потому что прежде чем приехать сюда я училась 10 лет в английском но в Москве понятно, то есть надо ехать с английским языком понятно, как вам здесь живется вообще? учиться это понятно вы на бординге живете или у вас здесь есть? в бординге живете? достаточно хорошо живется потому что бординг став очень дружелюбный и всегда помогает если есть какие-либо вопросы то есть я всегда могу написать имейл или позвонить просто на став номер и мне сразу ответят сразу мне помогут поэтому с этим у меня тут не было никогда проблем и коллектив тоже очень дружелюбный поэтому вы по одному живете или по двое в комнате? можно выбирать либо по одному либо по двое но я лично живу одна ну да ты уже взрослая все в двенадцатом-тринадцатом живут а ты как? да я тоже живу одна мы можем выбирать несколько бордингов в которых студент может жить он может жить прямо на базе школы да мы там были кстати да и есть еще три да еще три бординга я живу в пюрбоке он ближе всего находится здесь а в следующем году скорее всего перееду в Трайковский угу спасибо вам огромное девочки все спасибо огромное все успеха вам спасибо yeah very good thank you thank you so much так ну что куда мы дальше идем where are we going next? where would you like to go? yeah вы знаете что мы сейчас ребята я переключаюсь ребята вы знаете что мы уже большинство обходили посмотрели поговорили со студентами поэтому будем заканчивать дорогие в общем напоминаю что мы с вами были только что в школе Эби заговариваюсь Эби Кембридж Эби колледж Кембридж совместно с компанией образовательным агентством Карандаш из Киева меня зовут Марина я опекун студентов которые приезжают сюда учиться поэтому я и вот это все здесь провожу с нами были Виктория сейчас я покажу Виктория и Джон ребята кого интересует поступление в школы Великобритании кто ищет опекуна пожалуйста обращайтесь в Карандаш обращайтесь ко мне на аккаунт Марина Дженкинс мы всегда рады будем вам помочь спасибо огромное всех кто были с нами и следите за нашими анонсами я сейчас еще много в школе наснимаю будем все вам показывать и рассказывать пока дорогие спасибо вам всем огромное